В Чехии иностранцев назвали главной угрозой для страны. Крупнейшее статистическое агентство провело независимый опрос, который и выявил. Весьма странные опасения чехов, учитывая, что большую часть так называемых черновых работ выполняют именно приезжие. Во время локдауна и вынужденного закрытия границ, десятки фабрик и производств вынуждены были закрыться, так как не хватало рабочих рук. Сегодня же не только гастарбайтеров, но и простых гостей чехи посчитали либо открытой, либо теневой угрозой государству. Подробности в материале Александра Гресса. По данным местных аналитиков, без малого 80% чехов посчитали иностранцев в той или иной степени угрозой для страны. При этом четверть опрошенных назвала приезжих настоящей проблемой, требующей немедленного решения. Что именно могло так возмутить местное население, недоумевают даже политики. По одной из версий, смена настроения произошла на фоне нескольких международных скандалов с участием Чехии и других государств. По другой, такое проявление негостеприимства стало результатом нарастающих волн нелегальной миграции с Востока. О том, что легальные мигранты, то есть люди, приехавшие по всем правилам, не являются угрозой для страны, заявили лишь 20% чехов. В этом, как мне кажется, нужно видеть проблему. В нынешних реалиях многие ставят в один ряд понятия мигрант, беженец или террорист. Все смешались в одну кучу. Хотя еще пять лет назад Чехия была одной из наиболее привлекательных европейских стран для приезжих. Есть опасения, что такое косвенное недовольство гостям перерастет со временем в более агрессивные формы. Отдел социальной защиты при чешском парламенте и вовсе заявил, что трудовой десант является гарантом развития местной промышленности. На фабриках и заводах, за редким исключением, работают в основном гости из Украины, Белоруссии и Венгрии. Во время ковидного локдауна только в Праге из-за нехватки рабочих вынуждены были закрыться четыре крупных предприятия. Биржи труда для безработных чехов были переполнены, но мало кто из них проявил интерес к вакансиям на заводах. В Чехии только из Украины сегодня проживает около 200 тысяч мигрантов. Все они находятся в стране абсолютно легально, имеют трудовую визу. На днях мы провели анализ, который показал, что уровень преступлений среди приезжих очень низкий. Люди приезжают к нам работать и жить. Недоверие гостям порождают караваны нелегальных мигрантов, которые пытаются прорваться в Европу любыми способами и готовы жить здесь на улицах, промышляя грабежом. Но такие случаи единичны. И подпитки домыслам, скорее всего, приходят из зарубежных СМИ, нежели из наших реалий. Позиция против мигрантов, но за иностранцев, как рабочую силу, существует в Чехии не первый год. В 2020-м власти анонсировали реформу, которая должна была урегулировать спорное понятие чешского гостеприимства. Парламентарии обещали сделать привлекательным рабочие вакансии и разумно национализировать работу в Чехии, повысив условия труда. Однако первые же проверки на местах показали, что желание чехов работать на фабриках со временем может обанкротить эти же самые предприятия. Александр Гресс, Дмитрий Лукша и Павел Невитт. Хабар 24. Чехия.